Доброе утро! У нас на повестке символ игрушка, подарок, игрушка или то, что у вас много игрушек. Но речь не идет о детских и для детей. Но это детские игрушки, но мы имеем ввиду те, которыми владеют взрослые. У детей другая энергия, другая пока еще судьба. И подарки для детей мы не трогаем, и то, что у детей много игрушек тоже. Это естественный возраст, так должно быть. Плохо, если у них нет игрушек. Речь идет о том, что у вас накопилось игрушки. Их ставите в машине, держите на окнах дома или вам снятся. Давайте первое с того, что вам снятся игрушки. Игрушки во сне – это расстройство дел, даже с молодости. Может быть, у совсем маленьких детей, лет до 12, у чистого ребенка – это что-то другое. Но уже начиная с подросткового возраста, игрушки – это расстройство дел. То есть, то не ладится. Нет завершения чего-то, нет заказов у более взрослых. Но, в принципе, вот именно расстройство дел – точное значение, но не на очень долго. Это недели на две. Но это совершенно четкий фактор, что дело, которое вы добиваетесь, или застопорится пока, или не будет завершено. Но, в целом, это указывает на стопор в делах. Не трагичный, но если вы чего-то ждали, очень рассчитывали, это не получится. Я очень это не люблю, когда мне снится. Это именно расстройство дел по любым, причем это по внешним причинам. Это не ваша вина. Падает оборот в торговле, падает спрос на ваш в любом случае товар, на ваши услуги, или не получается что-то доделать, что вы очень хотите получить, сделать, встретиться там с кем-то. А в основном это имеет отношение к деловой сфере, а не к личной. Игрушки тормозят дела. Но это проходит через две недели. А вот если у вас их очень много дома, очень интересно. Игрушки, они играют особенно мишка. Первостепенно. Роль, да, если вам снится кукла еще отдельно. Куклы, это неприятности от маленьких людей. Это не статуэтки, у статуи другое значение имеет. Это именно вот игрушки. Статуэтки, элементы декора, все. Кстати, красивые безделушки во сне тоже такое же имеет значение. А вот именно кукла, игрушка, это неприятности от маленьких людей. Это не начальник, все. Там клиенты, дворник, покупатели вам могут нахамить. Нагрубить. Сказать, там вы что-то не оплатили. Вплоть до того, что вы платите на рынке, вам дают намного меньше сдачи, чем вы ожидали. И еще, как там, его знакомая говорит, нет, вы давали меньше. Я свидетель. Вот так было. Вам не додают определенную сумму денег, поэтому после этого смотрите, сколько вы даете и говорите. Называйте. Недели две это длится. Это именно неприятности от маленьких людей. Или на вас там хамят, грубят соседи. По-разному бывает. Именно кукла. Но это очень, кукла довольно быстро сбывается. Это тоже игрушка. Вот если у вас много игрушек наяву, и особенно среди них есть мишки и куклы. Это охранники вашего дома. Очень специфические. Но охранники, они такого рода, они, например, не пустят к вам клиентов на ренту. А если их очень много, то они и вас не пустят. Это много лет ходила мимо одного дома. Хороший дом. Все было. И там все время все окна были заняты игрушками. Игрушками и хозяев не было. Годами не было. Пока через много лет этот дом не продали. Но все это вынесли, конечно. Вывезли, выбросили. Причем игрушки, они стояли на окне. Их было много. Все это выносится. И самое интересное, въехали туда. Семья многодетная купила. Муж очень хорошо зарабатывал. У них пять девочек. Причем мальчиков ни одного. Очевидно, они хотели очень мальчика. Дошли до пяти. Мальчика нету. Многодетный. После игрушек. Такое интересное у него свойство было. Было, что не сдается квартира упорно у человека. И посоветовала вынести. У него была игрушка, большой мишка. Вынести этого мишку. И квартира все-таки сдалась. И довольно быстро после этого мишки. Но еще дня три прошло. Он не пускал. Может быть, у некоторых это происходит с большого количества игрушек. В машине ваша игрушка, ваш страж. Страж этой машины он другого не пускает. Насколько они разрешают вам пользоваться этой машиной. Вот, к сожалению, таких сведений у меня точно нет. На что он стражит, это точно. Наверное, недаром в машине прикрепляют игрушку. Особенно я уже сказала, вот сильный такой страж животные. Медведи, волки спокойные. Но в квартире, если их избыток, они начинают выживать хозяина. Выживать хозяина и привлекать другого, где много детей. Они все-таки свою магию сотворили. Что куклы оживают, я думаю, вы читали. Очень много тех, кто... Я не знаю почему, но когда я говорю о символах, у меня тоже садится голос. Люди, которые делают на заказ эти куклы, дорогие, там по 10 тысяч долларов, 20. Они рассказывали в разных интервью, я слышала, что куклы оживают, ходят по ночам. Я сама давала про куклу с газетной статьи. Все, большой обзор, самая знаменитая кукла, которая хранится сейчас в музее. Можете посмотреть, чем она... Там было на примере куклы рассказано, чем отличается магия от медиумов. Вот там была об этой кукле большой обзор и о ее свойствах и возможностях. Так что именно куклы, которые как-то имитируют человека. Кстати, не обязательно, чтобы они были похожи. И там куклу подарили как раз подростку. Так что лучше эти дорогие куклы не покупать себе. Но если вы умеете с этим работать, практик, может быть, вам хорошо. А так обычному человеку покупать точно не стоит. И тем, кто не работает с куклами. У статуэток, я уже сказала, для... Это другая совершенно религия. У религиозных одна, есть фии, есть драконы, есть единороги. Я о них давала отдельный обзор. Они несут самое хорошее. Можете посмотреть фии, драконы. Видео. Это совершенно другая энергия. А вот чистые игрушки. Так что переполнять ими дом не стоит. Они в итоге выживают владельцы. Вызывают тормоз в делах. Дом, кстати, никогда не был достроен до конца и закончен. И так эти люди в нем и не жили. И в итоге они такие вызвали людей, у которых было много детей. И еще ребенок, последний, пятый, родился в этом доме. Они создают свою энергетику. Вот такой этот символ. Вроде все описала. И на этом я прощаюсь.